Дорогие друзья, это видео будет посвящено теме изменения пищеварительной системы при беременности. Как я уже упоминала в других видео, практически нет такого органа или системы органов, которые бы не менялись, то есть не приспосабливались к состоянию беременности. Это понятно почему. И поэтому с пищеварительной системой или, как мы говорим, желудочно-кишечным трактом тоже происходит изменение, вот эта адаптация к беременности. Потому что, во-первых, женщине необходимо обеспечить себя большим количеством питательных веществ, а значит кислородом и энергией, и также обеспечить растущего ребенка и помочь своему организму адаптироваться, чтобы выносить этого ребенка. Об этом я говорила в предыдущем видео. И именно как раз благодаря тому, что усваиваются различные вещества намного лучше при беременности, чем до беременности, действительно это помогает также получать большее количество этих питательных веществ. И мы в этом видео как раз поговорим на тему не только изменений желудочно-кишечного тракта, но также о таких неприятных состояний, как изжога беременности, о том, почему бывают желудочно-каменные болезни при беременности, что делать. Мы также поговорим немножко о запорах при беременности и о геморрое. Тема тошноты и рвоты беременных, которые относят к неприятным симптомам беременности, мы обсудим в другом видео. Итак, на изжогу беременных жалуется почти 40-80% беременных женщин. И это связано с тем, что присутствует как раз три фактора, которые могут повышать вот этот уровень изжоги у беременных женщин. Во-первых, это пища. Пища фактически является одним из таких самых важных факторов, которые вызывают изжогу. И это знают очень многие люди. Дело в том, что как раз при беременности пища играет меньшую роль, несмотря на то, что действительно вне беременности это самый главный фактор. И поэтому даже если женщина съест что-то солёное или кислое, не обязательно, что у неё появится изжога. Однако у беременных куда играет большую роль, это наклоны туловища. То есть изменение положения тела и наклоны могут вызывать у беременности изжогу намного чаще, чем у небеременных. И также вызывают у беременных повышение изжоги, это горизонтальное положение. Беременные женщины часто лежат. И конечно же под ростом матки, который увеличивается, вот эти органы желчно-кишечного тракта, особенно желудок, поджелудочная железа, желчный пузырь и также немножко печень. Всё это смещается и приподнимается, и желудок занимает более горизонтальное положение. Поэтому пища, которая попадает в желудок, она может чаще попадать в пищевод. Как раз вот этот, как мы говорим, пищеводно-желудочный рефлюкс у беременных появляется намного чаще. Если учесть, что во время первого триместра при наличии, скажем, тошноты и рвоты, и женщина может жаловаться как раз на то, что вот эта рвота вызывает ощущение жжения, крайне неприятные болезненные ощущения, это может усугубить изжогу и может, конечно же, вызывать дополнительные неприятные симптомы. Но обычно изжога появляется как раз со второй половины беременности, то есть когда уже частично меняется положение желудка и других органов по соседству с желудком. Но когда мы даём рекомендации беременным женщинам, мы говорим, что первая пища, поскольку она меньше всего играет роль в возникновении изжоги, всё-таки подбирается индивидуально, но не обязательно с какими-то ограничениями кислых продуктов или молочно-кислых продуктов, то есть тех продуктов, которые могут вызывать изжогу у небеременных женщин. Но очень важно положение, поэтому мы всегда предлагаем женщинам, если они находятся в горизонтальном положении, то есть лежат, мы рекомендуем таким женщинам лежать с приподнятой головой и даже чуть-чуть, даже с приподнятым тулощем, то есть положение полусидя намного правильнее, или полулёжа, можно сказать, чем просто лежать на горизонтальной поверхности. Также мы рекомендуем беременным женщинам принимать пищу чаще и в небольших количествах, то есть дробное питание. Это также важно для поддержки уровня сахара, так как мы называем нередко беременность преддиабетическим состоянием, о чём будет другое видео. Но, собственно говоря, как раз мелкие вот эти дробные приёмы пищи помогают избежать возникновения изжоги, тем более, что когда женщина меняет положение тела, а, скажем, в дневное время женщина может двигаться довольно-таки много, и занимаясь какой-то физической активностью, работая, что-то делая дома, конечно, они будут обращать особое внимание, наклоняется она, или насколько резко она встаёт и меняет вот эти положения. Поэтому мы часто работаем все, если мы заняты делом, мы работаем на каком-то автоматизме и не думаем о том, насколько это может повлиять на наши ощущения. Но как раз очень-очень помогает в этом отношении именно дробное питание, потому что вот эти небольшие порции пищи не попадают в пищу, и не вызывают, значит, вот это как раз ощущение жжения, и это очень важно. Кроме того, мы рекомендуем, что женщина не должна принимать пищу позже, чем за три часа до сна, потому что довольно часто женщины жалуются, именно беременные женщины, что изжога возникает где-то ночью, и они просыпаются от этого неприятного чувства, от тяжести как раз области пищевода и желудка. И также, конечно же, мы рекомендуем избегать наклонов и приседаний, потому что приседание тоже приподнимает и увеличивает брюшное давление, приподнимает, конечно, желудок и делает его в более горизонтальном положении. Поэтому мы рекомендуем все-таки контролировать свои движения. Что беременная женщина может принимать для, скажем, лечения изжоги при беременности? На самом деле практически те же препараты, что и вне беременности, потому что большинство из них безопасны. И как раз такая распространенная группа препаратов, как антоциды, не противопоказана при изжоге беременности. Само слово антоциды означает гасители кислоты, то есть антоциды. Они понижают кислотность желудочно-кишечного тракта, желудка, и поэтому как раз предотвращают вот это ощущение изжоги. Но кроме того, антоциды могут иметь дополнительное действие, то есть нейтрализовать даже пищу в какой-то степени и улучшать реакцию желудка и пищевода на вот эту пищу. Кроме того, используют все те же антигистаминные препараты, как первого поколения, так и второго. Антигистаминные препараты третьего поколения используются реже. И в реальности изучено очень хорошо именно первого поколения, поэтому могут спокойно использоваться для оккупирования изжоги. Но самое главное не это. Самое главное то, что изжога это не акушерская проблема, хотя возникает при беременности. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы женщина сходила к гастроэнтерологу и проконсультировалась на эту тему. Другими словами, если женщина не знает, какие препараты можно использовать, какие нет, нужно спрашивать не акушера и гинеколога, а нужно сходить к гастроэнтерологу и решить этот вопрос. Очень часто женщина спрашивает, как будет протекать их, например, гастрит или антерит при беременности. На самом деле большинство заболеваний желудочно-кишечного тракта утихает при беременности. То есть вот эти гастриты и гастроэнтероколиты, потому что так сделана природа, что все-таки эти процессы угасают. Однако, здесь очень важно понимать, что все зависит от питания женщины. И поскольку большинство проблем с желудочно-кишечным трактом связаны с неправильным питанием, злоупотреблением каких-то диет, с искусственным усложнением своей жизни через выборочное питание, то это как раз означает, что даже при беременности женщина не питается полноценно, разнообразно, и у нее нет реально какого-то серьезного заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта, то у нее будут продолжаться эти неприятные симптомы. Поэтому я всегда говорю, что до того, как пожаловаться и ходить по врачам, нужно сесть и все-таки проанализировать свое питание. И, к сожалению, многие женщины боятся поправиться. Они кушают, например, очень редко и очень небольшие порции. И иногда они даже, как говорится, чрезмерно контролируют свое состояние, отказывая себя во многих продуктах. Также есть женщины, которые боятся многих продуктов, чтобы это, не дай бог, не повредило ребенку. Это как раз крайности, которые усугубляют вот эти неприятные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта. Поэтому это тоже нужно понимать. Теперь мы поговорим немножко о желчекаменной болезни. Дело в том, что в желчекаменной болезни образование камней в желчном пузыре, к сожалению, при беременности может увеличиваться. Почему? Потому что, во-первых, опять же, желчный пузырь приподнимается растущей маткой. И, естественно, что эвакуация или выход желчи замедляется. Поэтому уровень образования камней при беременности усиливается. Кроме того, при беременности, конечно, увеличивается уровень холестерола и других жирных кислот, потому что это нормальное состояние для беременности. Но если, скажем, у женщины есть предрасположение к образованию камней, то, к сожалению, такая женщина действительно может столкнуться с проблемой. И я вам скажу, что операции по удалению желчного пузыря из-за камней, это операции на втором месте после удаления аппендицита при беременности. То есть довольно распространенные операции. Около 3% беременных женщин столкнется с проблемой со стороны печени и желчного пузыря. Поэтому это тоже важно понимать. На тему так называемой холестаза беременных, который мы редко сейчас называем холестазом, потому что есть разные на самом деле состояния, связанные с печенью и кожной реакцией на беременность, мы поговорим в другом видео. Сейчас мы называем чаще всего такие состояния дерматозы. Есть несколько видов этих дерматозов, а не просто зуд беременный или холестаз. Это как бы разные понятия. А в отношении как раз аппендицита, действительно аппендицит на первом месте. И знаете, проблема в том, что из-за растущей матки распознать аппендицит довольно трудно. Иногда боль отдаёт поясницу или копчик, потому что опять же кишечник немножко отводится в сторону, к задней позвоночнику растущей маткой. И поэтому и радиация боли, то есть распространение боли, может быть совершенно не так, как это наблюдается при классическом аппендиците. Иногда вообще боли может не быть. Поэтому чрезвычайно важно следить за своим состоянием и контролировать его. И если есть какие-то сомнения, лучше сходить к врачу, лучше сходить на УЗИ, чем пустить всё на самотёк. И ещё несколько слов мы поговорим о запорах и геморроя. У запоров есть тоже несколько механизмов возникновения. И как раз они отличаются в какой-то степени от возникновения запоров у небеременной женщины. Ну, все знают, что сидение, то есть малоподвижность, это один из факторов, который приводит к возникновению запоров. Почему? Потому что нарушается моторика кишечника, она замедляется. И действительно у людей, которые мало двигаются, увеличиваются запоры. Но в то же время при беременности из-за высокого уровня прогестерона и других гормонов наблюдается ухудшение моторики кишечника именно из-за изменения гормонального фона. И поэтому кишечник работает хуже. Повторю ещё раз, что именно прогестерон вызывает расширение петель кишечника и ухудшение моторики кишечника. И в таких случаях мы рекомендуем использовать больше клетчатки в своём рационе. Есть несколько видов клетчатки. Не обязательно давать предпочтение какому-то одному виду клетчатки. Это что такое клетчатка? Это углеводы. То есть это питательные вещества, скажем, или, скажем, вещества растительного происхождения. Хотя есть и животное происхождение, но мы в основном кушаем растительное происхождение. И как раз клетчатка – это те углеводы, которые практически не усыпаются, они распадаются, и они играют очень важную роль в разрыхлении кала и формировании этого кала. То есть те люди, у которых не хватает клетчатки, кал обычно очень-очень такой твёрдый, и из-за этого именно как раз акт дефекации тоже затрудняется. Ещё важно понимать, что не только малоподвижность, но и питание, то есть низкий уровень клетчатки влияет у беременных женщин, ну и, конечно, гормональный фон. Но также в целом, если говорить то, что растущая матка начинает давить на кишечник, на мочевой пузырь и, в принципе, меняет их положение в какой-то степени, и затрудняется кровообращение органов в малом тазу, за исключением, конечно, матки, но ряд других органов, они могут иметь меньшее, то есть худшее кровообращение, и особенно наблюдают застой в венозном кругу, то есть застой в венозной крови. И это приводит к тому, что расширяются не только вены, тоже частично и под давлением, и под влиянием гормонов, и появляется вот эти, появляется геморрой, то есть увеличиваются геморридальные узлы, и при беременности, опять же, это комплексная проблема, это не просто, что там у женщины плохо с дефекацией, или что у неё просто запоры, то есть проблема комплексная. И вот как раз неправильное питание и малоподвижность, это очень-очень два важных фактора формирования геморроя. Но ещё существует тоже фактор, чрезмерно важный, это тужение при дефекации, то есть когда вы ходите в туалет и начинаете тужиться, то в принципе вы как раз приводите к тому, что ухудшаете ситуацию с прямой кишкой, с анусом, и вы как раз провоцируете образование геморридальных узлов. Поэтому чрезвычайно важно отказаться от тужения. Это нехорошо вообще для всей беременности. Значит, если вы ходите в туалет, вы должны просто сесть спокойно на унитаз и не тужиться. И не нужно считать, что если вы не сходили в туалет, и у вас не было акта дефекации в течение суток, это уже плохо, и нужно обязательно что-то делать. Конечно, мы говорим, что до трёх суток у беременной женщины это вполне нормальное явление. Тем не менее, для того, чтобы улучшить как раз моторику и ускорить дефекацию, женщина также должна поменять и питание, использовать больше клетчатки, но также больше двигаться. Беременность не болезнь, поэтому нужно двигаться. Чем больше вы двигаетесь, тем лучше. Это не значит, что вы должны становиться таким, знаете, ярым спортсменом, занимающим интенсивно спортом при беременности. Нет, в движении имеются прогулки, почаще на свежем воздухе, какая-то физическая работа, не тяжёлая в домашних условиях. То есть это всё допускается. Таким образом, вот это очень важно знать. И какие, например, лекарственные средства можно при запорах во время беременности. На самом деле, таких средств практически нет. Но мы разрешаем иногда принять лактулозу, также разрыхлитель кала. Но такие, как сено или, скажем, те препараты, которые являются лаксативными, они запрещены при беременности, а тем более и клизмы, в том числе и с глицеринным маслом и любыми другими растворами. Это всё запрещено при беременности. Да, и во время беременности это тоже не рекомендовано. Поэтому постарайтесь не паниковать, если у вас есть опоры, а просто дать возможность организму приспособиться к беременности, но также поменяйте питание. То есть начните анализировать, как вы питаетесь. Если говорить о... Возвращаясь к вопросу о клетчатке, об этих важных углеводах, то клетчатка есть в свежих овощах и фруктах, особенно в кожуре, есть частично мякоти. И вот здесь есть грубая ошибка, когда люди начинают кушать много сухофруктов, потому что они считают, что тот же сушеный абрикос и сушеные, скажем, сливы, что это очень полезно, это вызывает, как бы, это лучше для того, чтобы размягчился кал и произошла аккодификация. В те временные изготовления вот этих сушеных продуктов или сухопродуктов, к сожалению, происходит с использованием огромнейшего количества сахара, для того, чтобы эти сухопродукты не портились. И поэтому вот эти все изюмы, сушеный абрикос, курага, сушеные сливы, это имеет огромнейшее количество сахара. И это не совсем полезно при беременности. Если вы хотите кушать сухопродукты, вот эти сухие фрукты и даже овощи, то желательно, чтобы они были высушены натуральным путем, то есть без добавок различных консервантам, а сахар является как раз хорошим консервантом. Если возникает геморрой и часто спрашивают, нужно ли лечить геморрой, конечно же, если он доставляет дискомфорт, то к концу беременности он вряд ли пройдет, если женщина будет продолжать вести такой образ жизни, как она ввела до появления этого геморроя. И мы поэтому рекомендуем довольно часто обратиться к проктологу. То есть не нужно откладывать лечение геморроя на какой-то лучший период своей жизни. Это не значит, что женщины должны делать операцию, то есть проводить хирургическое лечение, особенно если до родов осталось не совсем много времени. Но важно понимать, что во время родов, конечно, ситуация ухудшится, и геморрой не является, абсолютно не является показанием для кесаревого сечения. То есть забудьте об этом, это банальное выкачивание денег. В любой женщине, не имеющей геморрой, может появиться геморрой после рода из-за того, что женщина тужится, и что это вполне как бы нормальное явление для большинства женщин после родов. И именно после родов нужно принимать ряд мер, чтобы поскорее это все пришло в норму, и геморрой исчез. Но важен еще один момент, который существует в возникновении и профилактики геморроя, это поднятие тяжести. И хотя беременность женщина практически не поднимает, но тяжесть и, скажем, много веса, но как раз после родов, когда растет ребенок, и появляются еще другие нагрузки, или, например, женщина начинает ходить в спортзал, интенсивно заниматься, это может усугубить ситуацию с геморроем. И это необходимо помнить. Таким образом, давайте подведем итог, что действительно при беременности происходят различные изменения со стороны желудочно-кишечного тракта, то есть нет такого органа, который не был бы вовлечен. Но большинство воспалительных процессов желудка и кишечника успокаиваются, уменьшаются при беременности. Питание играет чрезвычайную важную роль для профилактики запором, но также важную роль для профилактики сжоги играет соблюдение определенных мер, то есть устранение наклонов, нахождение в горизонтальном положении с приподнятой головой и дробное питание, небольшими порциями, это тоже важную роль играет. Но еще раз повторю, если у вас есть какие-то сомнения, вы не знаете, какие меры предпринять для устранения того или иного болезненного процесса со стороны желудочно-кишечного тракта, обратитесь, пожалуйста, к специалисту, и он обязательно поможет. Об остальных изменениях мы поговорим в другом видео.